Реформы никогда не состоятся, если не будет налажено системное управление этими реформами. Сами реформы должны правильно управляться. Поэтому мы целую главу нашей стратегии роста посвятили как раз правильному эффективному управлению. И здесь несколько главных принципов. Прежде всего, управление реформами должно быть отделено от управления текущим развитием экономики. Это должен быть центр развития, центр, который отвечает за рост. Чтобы его голова не была занята тем, что трубы текут, тем, что надо лицензии выдавать на алкоголь или еще что-то, они должны быть целиком сконцентрированы на развитии. Второе, что очень важно, чтобы этот центр работал по-новому. И это главное должно быть действительно анализ big data, анализ больших данных, цифр о экономике. Кроме этого, конечно, все должно быть построено по проектному принципу. Не так называемому проектному принципу, а именно по проектному принципу. Есть наука проектного управления. Почитайте учебники. Поэтому четкое определение KPI, четкое определение бюджетирования, четкое определение project managers, которые несут ответственность за конечный результат. Вот это все и есть проектное финансирование. И мы, проектное управление, которое должно быть основано на проектном финансировании. И вот это вот главное, что сегодня надо сделать в области управления реформой. Но первое и самое важное, уже сегодня сформировать администрацию развития, администрацию роста. То есть вот этот delivery unit, который должен готовиться к тому, что на него возложить обязанность управления реформой. Друзья, еще один вопрос в рамках реализации стратегии роста состоит вот в чем. Любой проект, любую административную деятельность, любую управленческую деятельность необходимо финансировать. И если идет речь о реформах в масштабе страны, то вот самый главный вопрос. Откуда возьмутся ресурсы, вообще как финансировать те проекты, которые сегодня мы обсуждаем? Стимулирующие развитие, снижение налоговой нагрузки, просто саму деятельность. Вот несколько слов об этом. Александр Широв, прошу вас. Если говорить идеологически, то нет никаких сомнений, что экономику нужно финансировать на рыночных принципах. И в связи с этим, как бы тут нет никакой дискуссии, все с этим согласны. Проблема в другом. Проблема состоит в том, что сейчас значительная часть нашей экономики по рыночным принципам финансироваться не может. И это препятствует, во-первых, тому, что мы нормально не можем развиваться, а с другой стороны, ряд бизнесов страдают от этого, потому что их смежники или потребители их продукции не могут просто нормально действовать и не создают им условия для нормального ведения бизнеса. И если мы посмотрим на критику, которой подвергается программа «Стратегия роста», то значительная ее часть связана с тем, что говорится о том, что здесь предлагаются какие-то такие экстремальные действия в области финансовой политики, денежно-кредитной политики, предлагается разбрасывать деньги с вертолета и так далее. Но по факту здесь просто концентрируются те действия, которые и так осуществляет государство. Это действия по созданию специализированных каналов по финансированию инвестиционной деятельности, это действия по изменению налоговой системы, по изменению перераспределению доходов внутри государства. И в результате задача состоит в том, чтобы вот в этой логике эшелонированных действий в области экономической политики добиться сначала восстановления экономического роста, потом повышения темпов и его качества, а в конце концов обеспечить на долгосрочной перспективе устойчивое экономическое развитие. Вот то, что наша политика сейчас является негибкой и приводит к тому, что экономика никак не может восстановиться после кризиса 2014-2015 годов. Вот гибкость экономической политики, она как раз должна заключаться в том, что мы понимаем, что ситуация сложилась таким образом, что ряд производств, ряд компаний, причем эффективных компаний в нормальных условиях, не имеют доступа к заявному финансированию, и мы пытаемся через некоторый набор мер экономической политики эти деньги до этих компаний довести. В результате на что мы рассчитываем? Рассчитываем на то, что небольшое количество вот этих вот инвестиционных ресурсов, которые будут доставлены до этих секторов экономики, приведут к существенному росту с точки зрения всей экономики страны. Ну вот у Бориса Юрьевича Титова есть такой хороший образственный пример – это снежок. Нужно бросить снежок, который, скатываясь по склону, постепенно превратится в большой снежный ком. И тогда на следующем этапе, на этапе, когда нам надо будет обеспечить устойчивость экономического роста, повышение темпов экономического роста, не потребуется этих вот ручных мер управления. Экономика заработает сама собой. Тогда больше компаний будет иметь возможность брать банковские кредиты, будет развиваться фондовый рынок, другие механизмы финансирования. Но вот до этого нужно дойти. А чтобы до этого дойти, мы должны начать нормально развиваться. Пока у нас этого не получается, и вот на это направлено действие с точки зрения финансирования экономического роста. Значит, понятно, что есть разные каналы. Есть канал финансирования спроса, есть канал финансирования инвестиций. Если мы посмотрим на нашу текучую экономику, то ситуация сложилась таким образом, что, к сожалению, спрос населения у нас сейчас находится под давлением. И все те, кто работают с населением с точки зрения реализации своей продукции, они тоже находятся в не очень хорошей ситуации. Поэтому предложения по стимулированию спроса направлены как раз ровно на то, чтобы пережить вот этот этап, когда, к сожалению, доходы населения пока не позволяют активно увеличивать спрос и профинансировать мероприятия в области покупки жилья, товара длительного пользования, автомобилей, сложной бытовой техники, ну и поддержать малообеспеченные слои населения. Что касается инвестиций, то здесь вообще все просто. Сейчас не существует уже, по-моему, ни одного эксперта в нашей стране, который бы считал, что инвестиции, их развивать не нужно, или мы можем без них сейчас обойтись, потому что фактически сейчас единственный способ повысить темпы экономического роста и увеличить развитие экономики, это инвестиции в основной капитал, потому что все остальные, к сожалению, направления у нас находятся под определенным давлением. Мы не можем резко увеличить экспорт, мы не можем нарастить, как я уже сказал, потребление домашних хозяйств, и вот поэтому ключевой набор мер вот этой вот многоканальности финансирования экономического роста находится в области финансирования инвестиций в основной капитал. В целом, если говорить о том, как это может влиять на экономику, ну вот есть простой пример, значит, допустим, 1 рубль инвестиций в такого рода инструменты позволяет в сумме обеспечить до 6 рублей инвестиций со стороны частного сектора. То есть фактически мы вот и получаем этот ком, когда кинув 1 рубль, мы на него собираем 6 рублей инвестиций от остальной экономики, от частного сектора, в результате экономика начинает расти, получаем дополнительные доходы. На самом деле вот история с тем, чтобы обеспечить дополнительные доходы, она решает все. То есть мы обеспечим доходы государства, у него появляется налоговая база для того, чтобы перераспределять эти ресурсы по тем направлениям, которые нам интересны для развития страны. Появляются доходы населения, население начинает больше потреблять, появляются доходы у бизнеса, бизнес начинает инвестировать, он способен нормально функционировать в рыночной системе финансирования. Ну, то есть вот на это направлены в основном решения в области финансовой политики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова